Здравствуйте, дорогие друзья! Хотел вам сегодня показать свою коллекцию значков, как обычно собранных в детстве. Вот только проблемка возникла небольшая. Если альбомы с марками, которые я вам показывал, лежали в течение долгих лет и им ничего не делались, поскольку они лежали в комнате, при комнатной температуре, то альбом со значками, который также хранился при комнатной температуре, в шкафу. За 20 лет, да какой там за 20, за 40, наверное, лет, разложился полностью. Видимо, в СССР использовались какие-то супер крутые технологии, которые появились только в будущем, с саморазлагающимися материалами. Вот, сейчас я вам, конечно, покажу, как он выглядит, просто внутри, чтобы вы понимали, о чем речь. Ну а затем продолжу уже запись, буду приводить значки в порядок, и покажу вам, что у меня есть. Альбом назывался Юный Фалерист. Вот, я так понимаю, Фалерист это тот, кто собирает значки. То есть, альбом, ребята, это, это вот, это жесть. Его просто нет. То есть, как видите, значки все нормальные, им ничего не делалось, но поролон, ребята, сгнил полностью просто. Вот, даже выпал с олимпийским мишком значок. В общем, достал листы из альбома, переложил их вот в такой контейнер, вот так вот выглядят листы. Так что, ребята, если вдруг надумаете покупать себе альбом для значков, не знаю, в наше время еще кто-то их коллекционирует или нет, и у вас такая мысль возникнет, ни в коем случае не покупайте альбомы с поролоновыми листами. Он, конечно, юный фалерист, но тем не менее, я так понимаю, не должен быть рассчитан на то, что юный фалерист вырос и альбом самоликвидировался. Итак, показываю вам коллекцию своих значков. Я их разложил по тематикам. Сначала начну со значков, которые наиболее дорогие считаются у коллекционеров, это значок Гвардия. Конечно, видон у него, его отмывать надо, чтобы он в нормальном состоянии стал. Стоимость такого значка в интернете где-то от полутора тысяч, даже до 15. Я не знаю, что это зависит, там разные модификации есть. Достаточно дорогой. Дальше, два значка отличник советской армии. Такой вот. Вот такой вот. Это тоже армейский значок, а не около 1000 рублей такие значки стоят. Вот это достаточно редкий значок. Отличник военно-морской стройки. Цена его около 3000 по интернету. Некоторые даже за 10, я смотрю, вставляют. Опять же, зависит от редкости, наверное, где он изготовлен. Значок с закруткой. Это наиболее ценные значки у коллекционеров. Во всяком случае, у тех, кто занимается продажей значков. Дальше. Такие вот значки. Они уже не очень ценные, насколько я понимаю. Юный активист спорта. Юный турист. Третий разряд. Октябряцкий значок. Ударник коммунистического труда. ВЛКСМ. У меня вот четыре разных значка. Эта, я так понимаю, эмаль повреждена в углу. Он, наверное, был бы наиболее дорогой, потому что он с закруткой. Вот точно такой же значок в ЛКСМ, но он уже с застежкой идёт. Тоже в более поздние годы появились. Значок, который выдавался за прыжки. Кто занимался парашютным спортом, вот. Это пять прыжков, означает, сделано. Это просто Аврора. 26-й съезд КПСС. Тоже такие пошли обычные значочки. Тем не менее, весьма интересные. Вот. Дальше покажу вам, наверное, значки с Владимиром Ильичем Лениным. Разложу. Так, значки с Владимиром Ильичем Лениным. Я их не буду комментировать. Просто я вам их покажу и всё. Вот это вот они. Немного разного цвета. Один красный, один оранжевый. Не знаю, как так сделать. Он на свет смотрится. Очень красивый, кстати, значок. Это разлив, где был шалаш Ленина. Поэтому я его отнес тоже к значкам с Владимиром Ильичем. Хотя можно его и к рубрике города отнести будет. Ну, здесь маленький Ленин. Вот такие вот значки. Как заколки. Здесь звездочка. Своего рода замена октябряцкому значку. Значки с Лениным считались достаточно ценными. В своё время их можно было обменять интуристом на разные иностранные предметы типа жвачек или ещё чего-нибудь такого. Правда, за это очень сильно ругались. И не только ругались. Это было запрещено в СССР обменивать значки с нашим вождём на иностранные вкусности. Это дети, конечно, занимались. Взрослые, не знаю, занимались такими вещами или нет. Поскольку там не такая большая цена была. Сейчас альбом со значками Ленина, страничка, я видел, стоит около 10 тысяч на авито опять же. Но насколько это честная цена, не могу вам сказать. Я думаю, на барахолке такие значки недорогие. Наверное, рублей по 20 за одну штучку. Дальше я вам покажу значки, которые были выпущены в честь Олимпиады 80 в Москве. Конечно же, с олимпийским мишкой, с символом Олимпиады Москва 80. Вот это вот очень шикарный значок, красивый. Здесь тяжёлая атлетика. Здесь опять просто медведь. Здесь разные виды спорта. Это покрытый стеклом сверху значок. Ну, это футбол. Это вот Олимпийская коллекция значков. Следующие значки. Это значки с городами. В основном здесь Санкт-Петербург, его пригороды Петродворец, Гатчино, Выборг. Есть Сталином значок и небольшой значок Москва. В своё время эти значки служили заменой магнитиков, которые сейчас все на холодильнике вешают. Вот раньше, когда в города приезжали люди, они значки покупали. Ну, сейчас мода на значки прошла. Вообще не знаю, продаются ли значки или нет. Поэтому такого уже не купишь нигде. Это раритет. Вот это вот Петергоф. Вон же Петродворец. Это Санкт-Петербург. Это Эльбрусье. Дальше Гатчино. Такие вот значки. Медный всадник в Санкт-Петербурге. Самсон в Петродворце. Петродворец. Зоопарк Ленинградский. Байконур значок. Концертный комплекс, концертный зал, вернее октябрьский. Новгород. Москва. Вот такой вот оригинальный значок. Третьяковская галерея. Новгород. Выборг. Петропавловка. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Такие значки мне очень нравились. Оригинально сделанные очень. Переливаются за счет стекла. Такого оранжевого спокойного цвета. Следующую часть значков я не знаю в какой раздел отнести. Я их вот отдельно собрал. Это значки к различным событиям, датам, коммунистическим праздникам. Также в честь известных людей. Ледокол Михаил Сомов. Куда его отнести, не знаю. Или Герой Гражданской войны. Новогодние значочки. 60-летие СССР. Это что-то со стрельбой связано. Мишень. Тачанка. Вертолет. Это я вообще не знаю что означает. Это 1 сентября. Это какой-то такой переливающийся значок. Что-то египетское. Праздник. Новогодний естественно. 1 мая. Слава октябрю. Кремль. С салютом. Опять с Новым Годом. Мир. Труд. Май. Покорение полюса. Это из сказки Пушкина. Кот ученый все ходит по цепи кругом. Цепь отдельно болтается. Дальше пойдут уже детские значки. Если вам интересно, можете посмотреть. Если не интересно, то на этом видео можете выключать. Детских значков у меня тоже много. Поэтому продолжим. Итак, вторая часть коллекции. Здесь будут детские значки СССР. Начнем с набора собак. Мне в детстве очень нравились собаки. Сейчас я люблю кошек больше. Но тогда я собирал значки именно с собаками. Вот насобирал такую коллекцию. С обратной стороны. Значок вот так. Вот так вот выглядит. На обычной застежке. Раньше не было такого разнообразия в одежде. Поэтому люди украшали себя значками. Особенно своих малышей. Крепили на шапку. Сверху посередине. Ну, как правило, круглые значки. Квадратные. Носили чуть ниже воротника. Следующие идут гусары. Одежда русской армии. Ну, это тоже детские значки. Очень симпатичные. Таких вот четыре солдатика. Дальше просто. Детские значки без всяких наборов. Чебурашку такого на авито ради интереса посмотрел. Вот который золотистый. За 500 рублей кто-то продает. На самом деле я не знаю сколько цена детских значков. Вряд ли она очень высока. Но опять же от редкости зависит. Насколько редкий значок. Бабочка такой вот здоровый значок. Попугай. Кролик. Умный с книжкой. Мальчишки-бальчиш. Капитан. Морячок. Ну, погоди. На заколке значок. Это редко было. Автотурист. Автотурист. Дальше вот такие вот круглые значки с эмалью идут. В основном. Ну, погоди. Карлсон. Чиполлино. Мультфильм, который ныне не очень хорошо любят по телевизору у нас показывать. Ну, это вот о чем я вам говорил. Круглые значки детям на шапку одевали. Такие спортивные детские шапочки. И вот тут даже родители мне, видимо, пришивали. Пробита дырка. Нитки. Ну, естественно, эти значки уже никакой ценности точно не имеют. Просто остались. В ужасном состоянии значочки. Эмаль у многих отлетела. Дальше объемные значки. Эти значки я не знаю, как вам показать. Их надо смотреть. Ну, они как стереооткрытки такие вот такого плана. То есть, как бы объемные получаются. Здесь все будет размыто. Вот такой вот буратино-мальвино. Ну, в общем, вы поняли. С Новым Годом. Дед Мороз и другая картинка. Это просто объемные, выпуклые Санкт-Петербургом. Ну, и напоследок, заканчивая коллекцию, значки, так называемые разборные, которые уже где-то ближе к 80-м, к концу 80-х годов, в 90-е года покупались, чтобы у них извлечь картинку, которая под стеклом вынуть. Вот так вот отщелкивается, потом защелкивается назад и вставить что-нибудь свое. Когда там западные всякие звезды появились. То есть, вот даже из газет вырезали в детстве. Майкла Джексона подсунули вместо какого-то там тигренка или попугайчика. Потом уже стали продаваться настоящие значки эпохи 90-х. Но это уже совсем другая история. Их я не вижу вам никакого смысла показывать. Это просто уже для фанатов. Когда ходили на всякие концерты с Кинчевым, с Цоем значки были. Ну и прочих рок-клубовских героев. На этом все. Пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok